В этот раз проект партии «Единая Россия. Моя сторона» собрал самых неравнодушных людей. Организовать праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья помогли волонтеры, студенты старших курсов Одинцовского филиала МГИМО, а также деятели культуры и искусства. Основная цель – собрать людей, которым нужна помощь, в частности детям, детям с ограниченными возможностями, и дать возможность самовыразиться тем людям, которым могут дать эту помощь. Ребятам показали увлекательный интерактивный спектакль, в котором отрицательная героиня Вреднильда Врунгильдовна пакостит и совершает нехорошие поступки. Маленьким гостям удается перевоспитать ее. Основная цель постановки – добро и любовь всегда побеждает зло. Сценарий спектакля сотрудники Центра творчества «Добраториум» разработали специально, учитывая восприятие мира особенными детьми. У нас акцент идет на социализацию, на творчество детей с ограниченными возможностями. У нас достаточно тяжелые детишки ходят, у нас логопед работает, тоже проводит консультации. Творчество у нас безграничное, то есть мы от бумаги, красок, глины, гипса, то есть все, что нам попадается под руки, мы используем. Также в празднике приняли участие организаторы арт-проекта «По следам красной книги». Он объединяет более 45 деятелей искусств со всего мира. В рамках творческой инициативы художники создают полотна с изображением исчезающих представителей флоры и фауны. Цель проекта через живописи графику – напомнить взрослым и детям о прошлом и настоящем нашей планеты, редких видах животных, растений и птиц. Реакции детей совершенно неожиданно и непредсказуемые. Они обнимаются с картинами, они целуют этих животных. Их даже, понимаете, вот мы проводили в 23-м саду здесь, в Одинцову выставку в прошлом году. И зашли и говорили ребятам, посмотрите, кто вам нравится. Один мальчик побежал к картине, он от нее не отходил. Это был стерх, он с ней обнимался, целовался, и так многие дети себя ведут. Ребята познакомились с картинами художников и вместе с родителями расписали глиняные горшки, перенеся на них свои эмоции и впечатления от увиденного. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.